На 39-е заседание районные депутаты вынесли целых 16 вопросов. Большая часть из них касалась приведения в порядок нормативной базы в связи с некоторыми изменениями законодательства. Так, Совет принял положение о порядке предоставления сведения о доходах депутатов, утвердил положение о бюджетном процессе в новой редакции. Тема бюджета стала центральной на совещании. В главный финансовый документ на этот год и плановые 17-й и 18-й были внесены корректировки. Это связано с перераспределением средств между программами, а также выделением дополнительных денег из областного и федерального бюджетов. В общем, его доходы предлагается оставить без измененной суммы, поступленной на налоговый доход. По расходам самое значительное увеличение у главного получателя бюджетных средств – отрасли образования. Дополнительные 745 миллионов связаны со строительством новых школ и садов. Также больше денег направят на дорожно-транспортный комплекс, культуру и спорт, развитие предпринимательства. После обсуждения народные избранники приняли внесение изменений большинством голосов. На заседании депутатский корпус рассмотрел еще один важный вопрос – исполнение бюджета за первый квартал этого года. Заходная часть бюджета в целом исполнена на 104,6%, без учета поступлений по инвестиционным контрактам на 105,2%. В целом бюджет исполнен. При кассовом плане первого квартала 499 миллионов рублей поступил, 125 миллионов рублей. В принципе, неплохо. Однако о качестве исполнения говорить пока рано. К тому же депутатов обеспокоили провальные показатели пополнения бюджета по двум неналоговым источникам. Есть тенденции постоянного невыполнения доходной части от реализации земель, аренды земли и реализации имущества плановые, которые администрация ставит в план. И поэтому мы рекомендуем руководителю администрации обратить внимание на работу этих структурных подразделений. С этим дополнением районные депутаты приняли к сведению отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2016 года.